здравствуйте сегодня гость нашей студии руслан пухов директор центра стратегий и технологий анализа стратегий и технологий и мне тут птичка нашептала что вы еще и спец по военной вопросам условно ну вы как раз в тему потому что наверняка знаете сегодня с утра проходят встречи министра обороны армении и франции очень много интересного говорится со вчерашнего вечера начиная говорится очень много интересного и армения будет закупать у франции вооружение первая часть уже пришла это прибор ночного видения пока что придут броневички броневички бастион должны прийти и разговор идет о пво а в армении с единая система пво с россией не видите ли вы здесь какого-то вот несоответствие вся эта ситуация вы знаете я не вижу здесь никакого несоответствия однако у меня есть несколько таких мыслей слух ну начнем с того что есть некий популярный миф о том что вот есть натовский стандарт есть там русский стандарт какой-то там стандарту дкб это все ересь скажем торы легко интегрировались еще 20 лет назад в греческую систему пво и турки несмотря на колоссальное давление со стороны соединенных штатов поставили на боевое дежурство с-400 нормально она искать в турецком небе дежурит поэтому миф о том что системы нельзя сопрягать это неправда это можно делать поэтому на мой взгляд это суверенное решение армении и в общем-то те россияне которые выражают публично свое несогласие с этим на мой взгляд они как минимум или не правы или как минимум не должны так сильно бить себя в грудь особенно сейчас понимаю что россия просто целый ряд вооружений не может поставить армении для никому собственно говоря не может поставить потому что эти вооружения нужны для проведения специальной военной операции на украине однако на этом хорошие новости для армении заканчиваются начинаются плохие во-первых французские вооружения чрезвычайно дороги а вы бедная страна давайте называть вещи своими именами даже если вам дадут какой-то там кредит или что-то еще вы все равно сможете купить ограниченное количество этих систем еще один момент тоже плохой связанный с тем что если вы просто сидели на французском оружии или на каком-то европейском наверное это не было бы такой большой трагедией и она сопрягалась с русским но вы же еще побежали покупать индийское оружие да вы что хотите весь зоопарк собрать зачем вам индийское оружие для того чтобы индийцы правильно голосовали но это другой вопрос не слишком ли великая цена потому что все индийское оружие является сырым недоведенным и даже если вам его дали бесплатно вы должны по крупному счету просить чтобы вам приплатили за то что вы будете первыми эксплуатантами и вы выявите все косяки этого оружия и обогатите этим индийских конструкторов и эксплуатантов поэтому на мой взгляд когда речь идет о закупке оружия надо понимать что это не вещь в вакууме во первых это все равно сопрягается с внешней политикой оборонной политикой страны и несмотря на все заявления что у дкб плохо тем не менее двухсторонние договоренности с россией работают россию ослабло никуда не делась поэтому ты не закупаешь вооружение просто так это все равно совпадает некоторым образом с твоим военным строительством и с архитектурой безопасности приведу вам пример вот скажем египет на протяжении многих лет это кажется шизофрении закупает самолеты в трех источниках у них значительное количество американских самолетов f-16 них значительное количество французских самолетов рафаль и предыдущих мираж и они купили русский миг-29 а до этого не были русские китайские миг-21 это что они шизофреники нет они понимают что в случае проведения какой-то операции скажем американцы которые являются союзниками израиля могут им обрубить запасные части на поэтому они должны держать некий резерв именно поэтому они покупают в россии система пво причем зачастую на миллиард и больше из той суммы которую ежегодно выделяют американцы армения никогда не получит ни миллиарда не даже полмиллиарда американской помощи и какой-то другой закупать будете за свои поэтому прежде чем куда-то ехать и что-то покупать нужно дважды трижды четырежды взвесить где-то могу с вами согласиться но я здесь для того чтобы задавать вопрос а вопрос следующий если я прихожу в магазин и хочу купить арбуз и мне арбуз не продают потому что продавец решил его понести домой накормить свою семью этим арбузом я вынужден покупать этот арбуз на рынке у кого-то другого или у третьего или четвертого вы говорите что для армении есть плохие новости я не буду с вами в вопросе спорить но как быть даже это пусть это будет не армения пусть это будет иная страна которая нуждается в чем-то но это что-то ей не продают те которые должны продавать с которым есть договоренности как быть в этой ситуации как бы вы поступили чтобы вы делали кажется что вам нужен арбуз потому что ваш папа ел арбуз ваш дедушка ел арбуз и вас прадедушка ела арбуз а есть гораздо более интересные вещи которые насытят вас вашу семью и будут вам например в три раза дешевле вы понимаете вот предположим вы купили хороший французский систем по или хороший русский систем кого вы же не купите к ним тысячу ракет они дороги вот есть такой хрестоматийный пример армения проиграла вторую карабахскую войну но в принципе те остатки которые остались карабахи вот ту однодневную войну дали серьезный бой до делу было их проиграно изначально но скажем с помощью квадрокоптера и подвешенные гранаты они смогли серьезно повредить систему про израильскую которую которую азербайджанцы перебросили в шуши и фактически уничтожить радар то есть вот этот квадрокоптер стоил наверное максимум 1000 долларов а граната 500 то есть за 1500 вы вывели из строй оборудование противника вполне возможно стоимостью до миллиона поэтому так ли вам нужны французские системы пво которые все равно будут вынесены так же как были вынесены осы также как был вынесен тор может быть вам сейчас нужно купить себе 25 тысяч терминалов starlink как это делают украинцы да вы не по санкции в отличие от русских миллион коптеров dji и миллион коптеров fpv и к ним гранаты может быть вам это нужно купить и россии вам сейчас интересно не только как поставщик оружия да и не столько как кладезь уникального военного опыта кто такие французы и индийцы вот в этой современной войне если бы армения не была союзником россии или скажем так украина не была союзником азербайджана вам по крупному счету и на украину надо было послать своих военных изучать этот опыт наверное это будет сложно токсично поэтому вам россии интересно как место где сейчас идет полигон совершенно новые войны будущего то есть нужно мыслить асимметрично понятно что политикам гораздо интереснее у меня смешанные чувства к вашему премьер-министру но я вспоминаю когда обе стороны секретили не очевидную кстати на мой взгляд покупку для обеспечения безопасности армении четырех самолетов су-30 кто первый разгласил никола ваевич пашинян сфотографировавшись и поставив это в твиттер если мы исходим из того что нам нужно фотографироваться с оружием в твиттер есть переговоры во францию ну конечно французское оружие посмотрите на азербайджанцев да да у них есть высокотехнологичные системы которые они купили в турции не менее а то и более высокотехнологичные системы которые они купили в израиле но расходники они покупают в болгарии сербии в пакистане не парятся не грех учиться у противника особенно если в последней войне он вас одолел это может быть не самый политкорректный пример но поучитесь у украинцев первые три четыре пять шесть семь восемь месяцев войны не имея массовых поставок еще вооружений запада очень грамотно обвивались от русских советским и русским же оружием да то есть по крупному счету вот эта война которая сейчас идет между россией россии и украиной которые называют русские специальные военные операции она показала превосходство пво над авиацией так вот что мы украинскую авиацию что украинская авиация нашу с небес сбросили советские системы пво у нас российские у них советские то есть они так грамотно эксплуатировали свои буки свои ранние торы свои с 300 что в общем-то удержали свое небо на протяжении первых пяти девяти месяцев пока к ним не стали поступать современные системы пво западного вооружения поэтому не надо искать себе какого-то чтобы нам такое съесть чтобы похудеть то есть нам не нужно все время мыслить в рамках что мы вот сейчас вложимся во что-то и это нам решит все проблемы но не бывает кремлевской таблетки и не бывает какого-то вундерваффе очень хороший пример привели очень интересный подход к тому что это нормальный подход потому что надо учиться на чужих ошибках к сожалению у нас не всегда этим пользуются но в любом случае понятно что то что сейчас происходит это больше политический процесс это смена вектора определенного вчера говорили о заморозке фашинян говорил о заморозке отношений с дкб тут же приезд французского министра обороны и так далее как вы считаете в войне за армению в этом регионе россия потерпела поражение или еще нет и будет что-то меняться тотального поражения никогда нет получить все американцы сколько раз они терпели поражение начинают вьетнам и заканчивая афганистан с позорными картинками разбитый в кровь нос выбитые зубы встали встали отряхнулись сопли кровавые вытерли зубы вставили пошли дальше улыбаются так и тут нужно не рвать волосы на известном месте не будем его называть в эфире а нужно готовиться к следующей войне на мой взгляд россия сделала по крайней мере в течение второй карабахской войны для армении очень много и по поставкам вооружения и передачи разведывательной информации вопрос другом мы не можем быть большими армянами чем армяне если армения не решила не всей своей мощью военной экономической поддержать карабах в первую карабахскую войну почему мы должны были это делать тем более во вторую извините тем более что мы не имели обязательств перед карабахом да я знаю что я вступаю очень на скользкую почву точно также как вот армяне очень любят говорить что ну мы бы там им дали если бы турки не помогали но почему-то тактично умалчивают а что в первую карабахскую войну это была чистая армянская победа это была армянно-русская победа если бы не паша грачев с его техникой да если бы не русские специалисты но как-то об этом тактично умалчивается но видимо в мифологии проще себе верить что ты ну как бы ты сам точно так же и проиграл ты потому что типа там нечестная нечестная война была у меня скорее другой вопрос что россия имеет перед армении обязательства не только в рамках у дкб но и двухсторонние обязательства и вот их уже гораздо сложнее ну как бы списывать на ситуацию с карабахом вот в этом смысле конечно россия на мой взгляд просто обязана будучи союзницы армении гораздо сильнее возвышать свой голос когда речь идет о демаркации границы той ситуации которая возникает там под джермуком но здесь я вынужден сказать вам что все-таки это не совсем моя область я специалист по военно-техническому сотрудничеству по боевым действиям а вот не по этим военно-политическим танцам скажу больше многое из того что пашинян говорит абсолютная правда однако знаете у нас в россии была такая шутка не вполне политкорректная очень плохо и очень обидно когда жириновский говорит правду ну потому что из из уст такого так сказать клоуна да некоторые люди жизнь отдавали чтобы другие имели право голосовать а владимир вольфович превращал это в такой водевиль веселый так и тут все что говорит николаваевич касательно взаимоотношений с россией тех проблем или является чистой правдой или чистичной правдой однако это надо говорить не с телевизора и не в интервью французскому телеканалу а это нужно говорить своим партнером русским или на русском телеканале поэтому как говорил своими ленин да по форме правда по сути издевательства два момента которые армянские власти используют в своей риторике основные такие два момента связанные с тем что сейчас происходит первый момент это деятельность или без деятельность у дкб потому что когда в казахстане понадобилось непонятно что армения тогда была председательствующей страной была тут же оказана поддержка причем во внутреннем конфликте немножко непонятно почему внешний конфликт у армении есть проблемы с азербайджаном азербайджан заходит на суверенную территорию армении армения обращается в дкб не реагирует вы еще раз как вы только что подтвердили да у нас есть договор о дружбе взаимопомощи в том числе и военные между армении россии двусторонний договор да за рамки которого тяжело выйти но фактически и россия не предприняла усилий да понятно россию россии сейчас там проблем по горло как вести себя армении в этом в этой ситуации не заказывать истерики партнера мой взгляд это это точно так же мы же не сделали далеко идущих выводов когда первая леди отвезла на украину планшеты а потом наша разведка доложила что эти планшеты попали не вне электронные вот такой же как у вас да они попали не в детские дома и не беженцам они попали на линию фронта ну бывает что делать жизнь так устроена вообще как бы надо исходить из реальной жизни а не из того что мы все хотим розового единорога и прямо сейчас поэтому на мой взгляд политическому классу армении ну надо в каком-то смысле слова повзрослеть потому что конечно если что-то не получается у самое простое затопать ногами и обидеться там на зеркало это не снимает ответственности с россией вопрос другом армении вот так вот если понятно что мир он цветной и в нем 150 оценков серого однако в какой-то момент мы можем сделать его черно-белым армении случае ее серьезных проблем могут помочь только две силы одна называется соединенные штаты америки а вторая россия соединенные штаты америки далеко главное мы видим как они сворачивают свое глобальное участие в целом ряде проектов и в основном перенацеливаются на азиатско-тихоокеанский регион поэтому для них так индия важно как баланс китаю да поэтому и опять же учитывая что у них тут уже есть любимая жена под названием грузия поэтому рассчитывать что вы что-то всерьез получите от америки нет визит пелоси пожалуйста там что там заявление американского посла но не оружие не войск не разделение не разделение с вами разведывательной информации вы не получите от вас скорее попросят надавить на иран и оказать какие-нибудь услуги всем же известно в этом мире что самое крупное посольство если не во всем мире на постсоветском пространстве может мексике она побольше она у вас она почему но потому что там цру надо следить за ираном да поэтому вы еще раз вы в очень сложном положении расскажу вам исторический анекдот который наверное не понравится большинству ваших зрителей но я не могу удержаться раз у нас пошел откровенный разговор однажды на заседании валдайского клуба я познакомился с британским послом который был последний посол британии советском союзе и первый посол в россии он приехал восемьдесят восьмом году советский союз а уехал в девяносто втором из современной россии он рассказывал как он в конце 80-х годов посещая советскую армению ему устроили тайную встречу с инициаторами защиты карабаха комитета карабах независимости армении он говорит они мне рассказали о своем замечательном плане про то как они зацветут когда армения сбросит это советское иго карабах станет их частью и вообще как все будет замечательно я их послушал скажите пожалуйста уважаемые господа а вы смотрели на карту на какую карту на карту армении да что не так с нашей карты а кто ваши соседи а вы про азербайджан с турции знаете мы провели консультации со всеми представителями кроме советского союза членами постоянного совета безопасности он и все нам обещали нас поддержать я рассмеялся им в лицо и сказал что не знаете что большие нации всегда лгут малым нациям дальше склейка кровавая война далее по тексту так и тут конечно бы очень хотелось по меткому выражению моего друга александра искандериана жить где-то между лихтинштейном и францией как многие армяне особенно молодежь себя чувствует однако карта показывает что у вас в 300 километрах эти самые боевики исламского государства людям головы отрезали армения не часть европы она даже уже теперь не часть евразии она часть то что называется по-английски great middle east большого ближнего востока и именно в таком контексте вас рассматривает франция вы ей ценны как некое очередное давление на турцию она давит на турцию с помощью греции она давит на турцию с помощью ливии той части которая ориентируется в этой гражданской войне то есть вы один из элементов во французской игре в любом случае элемент в какой нибудь не игралиkadill в русской игре он потому что кажется что вот русский они нас используют они такие нехорошие они вот там это не исполнили это не исполнили это не исполнили Это чем-то напоминает эту историю У меня жена старая Отдам жену дяде, а самой дуг бляде Извините за непечатное выражение Можно вырезать потом Русские оказались не на высоте положения Дайте-ка мы найдем себе очередного спасителя Потом французы окажутся не на высоте положения Выяснится, что это болтуны, лягушатники Вообще всех презирают Дерут деньги Пойдем искать нового спасителя Но сейчас решили подстраховаться Заодно еще Индию назначить наполовину спасителя Где вы и где Индия Индия в значительной степени играет с вами Во-первых, у Моди активная внешняя политика Кстати, огромное количество проблем у Моди внутри Моди чем-то Горбачеву напоминает Проблемы внутри страны В частности, бедность колоссальная Он компенсирует успехами во внешней политике Ввиду того, что Азербайджан блокируется с Пакистаном Вы как минимум отдавайте себе отчет в этом Понятно, что Армения должна играть На том, где это возможно На противоречиях Там, где есть интерес Азербайджана и Турции Надо искать тех людей, у которых там интереса нет Те страны и с ними пытаться строить отношения Это и Иран, это и Индия, это и Россия в какой-то степени Это и Франция, как вы сказали Потому что это метод давления Что касается военно-технического положения В котором находится сейчас Армения Ваше мнение Очень интересно, вы уже его озвучили Не тратиться на большие Не тратить много денег на какие-то очень дорогие системы А пытаться компенсировать это все мелкими Скажем так Какими-то асимметричными вещами Не обязательно мелкими, но асимметричными Вы никогда не сможете бросить вызов Не просто Турции Об этом смешно говорить Даже Азербайджану Потому что и демографически он больше вас И финансовых средств он в состоянии аккумулировать больше, чем вы Поэтому ваш ответ может быть только асимметричным Понятно же, что в этом мире Армения одна не справится ни с кем Ну как вам сказать С одной стороны, Армения не справится ни с кем Мы понимаем, что никто не позволит Условно говоря Туркам и азербайджанцам Я не знаю Дойти до Еревана А где такие гарантии? Нет таких гарантий Потому что мы видим страны Такие как Ливия, Сирия, Ирак В которые поторгались и доходили до Багдада Это гражданская война Если у вас начнется гражданская война И как когда-то в парламенте У вас армяне будут убивать армян Тогда да А в Ираке не было гражданской войны В Ирак вошли войска Ирак был государством В котором были сунниты, шииты, арабы У вас все-таки мононациональное государство Кстати, каждый раз, когда Где-то особенно после Арака Мне любят рассказывать армяне о том Что вот, если бы У нас была бы Армения от моря и до моря Вот мы бы тогда Я говорю, да, у вас была бы Армения от моря и до моря И армяне были бы в ней меньшинством А у вас было бы еще 40% курдов, 30% турок Вот это была бы, блин, Армения Цените то, что есть На мой взгляд, армяне очень часто не ценят то, что у них есть У вас есть государственность У вас есть интеллигенция У вас есть промышленность Кстати, опять же Прежде чем задаться вопросом А что бы такого купить У русских, у французов А что бы произвести Абсолютно верно Первое, нужно подумать А может быть что-то мы можем сами произвести И, кстати, сравнение этому ковид Когда все вдруг, простите господи, обнаружили, что они маски не могут производить В первую очередь нужно определиться Что вы сами можете произвести Возьмите в пример Эстонию Понятно, она часть коллективного запада Часть НАТО Но и вы, условно говоря, в отличие от России и Белоруссии Не блокированы И в отличие от Казахстана Вас не обвиняют, что у вас у власти диктатор Поэтому вы можете целый ряд технологий Построить себе пороховой завод И у вас будут собственные снаряды Там пушки вы не будете делать Но вы можете их в двух-трех источниках То есть в первую очередь нужно создать Какую-то собственную Военно-промышленную базу Причем глупо, наверное, производить только для себя Конечно же, надо предлагать на экспорт Мы видим, что Та же Южная Корея Да и Турция та же 30 лет назад это были страны-импортеры Сейчас, помимо того, что они Производят для себя Они резко вышли на мировой рынок Болгария, Сербия Которые, казалось, вот-вот умрут И их оборонную промышленность Постигнет участь чешской оборонной промышленности Как только началась гражданская война в Сирии Они же поставляли через все эти Монархии залива Антиассадовской оппозиции Тоже подняли свое производство Так и тут в первую очередь Надо думать, не куда бы слить деньги А что бы тут построить И опять Что-то можно построить с русскими Что-то можно построить с индийцами Что-то можно построить с французами Но Ёжику понятно, что не радар У вас есть маленький интересный радар Разработки советских времен Но я имею в виду не огромная вещь То есть надо быть реалистами Когда мне говорят, что у вас было создано Министерство оборонной промышленности Какое-то время назад У них был достаточно ограниченный бюджет И они там финансировали 100 проектов Ну на 10% Помните эту историю? А можно из одной шкурки шапок? Можно, но только они все вот такие будут Может быть надо выбрать 3-4 проекта Потом есть такая вещь Которая по-английски называется Commercial of the Shell Technologies То есть То, что изначально делается для гражданского рынка Вот у вас планшет У меня телефон Никто не делает сейчас военных планшетов Военных телефонов Потому что военные купят их в лучшем случае 10 тысяч, 20 тысяч, миллион А люди покупают миллиардами Поэтому это обычная гражданская система Но там может быть военное приложение Так и тут Я не знаю По какой цене достались вам эти броневички Бастионы Говорят, что сначала их хотели передать украинцам Но украинцы потребовали бесплатно А французы жадные за деньги Вы можете взять Toyota Helix Замечательную машину Которая в Афганистане Единственная, которая бегает Прорезать у нее сверху Дырку, грубо говоря Поставить пулемет или миномет И талантливые ваши Все, кто у вас тут ходовики И так далее Вам еще сделают бронирование А если в нее попадет в тур Что тот броневичок сгорит То есть Можно просто А если вы их, например, возьмете и купите у Toyota 20 тысяч Одновременно для государственной безопасности Для нарождающейся службы внешней разведки Для армии, для полиции Так вам еще, может быть, часть производства Перенесут Да? Вот она Интересный Синергетический эффект Да? Очень много говорили Что во Второй Карабахской войне Армения проиграла Армянская сторона проиграла эту войну Из-за того, что не была готова К такому количеству беспилотных Летательных аппаратов Которые были у Азербайджана Очень много говорилось То же самое О конфликте в Украине На самом ли деле сегодня Беспилотные летательные аппараты Играют такую важную роль В современном конфликте? История достаточно долгая И не на один эфир Могу сказать, что мы недавно в России Издали книгу Которая называется «Алгоритмы огня и стали» Оружие современных войн Предисловие написал Известный российский генерал Генерал Балуевский Интеллектуал Где эти вопросы поднимаются Я с удовольствием вам эту книгу подарю В двух словах Если мы берем Первую мировую войну Французские генералы говорили Артиллерия разрушает Пехота занимает Теперь дроны разрушают Пехота занимает Поэтому то, что раньше Ты делал с помощью ствольной артиллерии Теперь ты, собственно говоря Можешь сделать с помощью дроны И это будет дешевле А главное Артиллерию все-таки достаточно легко Детектировать Основной вызов сейчас для войны Армяне хлебнули этого в полгорла А русские и украинцы в полное горло Это полная прозрачность поля боя Представьте на секунду Большой аквариум В котором рыбки дерутся И со всех сторон все видно Никто не может никуда припрятаться Даже в плохую погоду То есть сейчас Вот эта транспарентность Она на тактическую глубину Ну примерно там По 20 километров от линии фронта Поэтому Больше чем одна машина Не может проехать и то ночью Сейчас уже дрон гоняется Не за машиной или танком А за отдельным бойцом А дальше будет еще хуже И дальше эта транспарентность Будет уже переходить На оперативную глубину Учитывая, что у вас территория маленькая Вы вообще должны исходить Что про вас будут все знать Поэтому как бы вот эти попытки Собираться в большие группы Большие группы танков Большие группы людей Для прорыва Все, чему наших генералов Учили после Второй мировой войны Сейчас это Но если не выкинуть Можно на помойку То в значительной степени Это подвергается ревизии Поэтому Еще нужно очень крепко подумать Потому что целый ряд систем Которые казались очень важными Еще совсем недавно В ту же Карабахскую войну Сейчас Война на Украине Просто развенчала эти мифы Ну приведу вам пример Самый очевидный Американцы Финансировали на уровне прототипов Давали деньги нескольким фирмам Чтобы те делали разработку И создали прототип Нового разведывательного вертолета Многие фирмы продвинулись уже Нет, все, спасибо Заберите деньги Нам ничего не нужно Мы не будем закупать Новый разведывательный вертолет Потому что война показала Что он уязвимая цель А разведка может осуществиться С помощью Старлинка Того, пятого, двадцатого Поэтому прежде чем тратить Деньги налогоплательщиков На дорогие вещи Нужно очень крепко подумать Куда эти деньги потратить Спасибо вам большое Это был интересный разговор У меня вопросов, конечно, много И очень многие из них не эфирные Иглашайте вас Да, будем ждать вас еще в Ереване Давайте пообщаемся Я, конечно же, в любом случае Хотелось бы Чтобы никому на голову бомбы не падали Вы знаете, ни в одной стране мира Нет министерства войны Хотя, знаете, в Британии Война Черчилля была Министры о порт У всех только министерства обороны Однако войны случаются И мы должны относиться к этому Ну, философски, что ли Потому что человеческая натура За все время существования человечества То есть летописи человеческой Приблизительно, которая насчитывает Ну, активные 3600 лет За все это время Войны на планете Земля Не было всего лишь 286 лет Поэтому это наше пожелание Просто потому что погибают Наши близкие в любом случае И особенно в маленькой стране Ты это ощущаешь максимально быстро И невольно Когда мы говорим про важность Беспилотных летательных аппаратов Также важны не только беспилотные Летательные аппараты Но и наземные Потому что сила огня такая Что человека надо убирать С поля боя Что вместо него, скажем Не танк с экипажем А какой-то безэкипажный танк То есть С одной стороны все видно С другой стороны огня так много Что вот это вот Уставное наступление цепью Это просто убийство Поэтому мы сейчас видим Что там по одному По два человека Люди струятся там Где-то по окопам Потому что как только ты собрался В кучу, ты цель Поэтому Нужно очень серьезное Переосмысление Мы должны понимать Что опять же Никакие натовские генералы Этого тоже не знают То есть Война на Украине Открыла огромное количество Новых сюрпризов Нам Нужно внимательно Это изучать И смотреть Что делали наши предшественники Потому что Скажем Очень много интересных вещей Уже можно было разглядеть Во время иранно-иракской войны Но так как это было Конец 80-х В Советском Союзе Были уже перемены Запад Потом быстро победил Саддама Хусейна Все очень с пренебрежением Относились к опыту персов И саддамовских войск Ну мол они там глупые Они там что-то не умеют Поэтому они не смогли Это сделать То-то-то Но многое из того Что мы увидели Во второй Карабахской войне И многое из того Что мы видим сейчас на Украине Можно было разглядеть Хорошо изучая эту войну Но почему-то Никто не сподобился Я не знаю Почему никто ничего не изучает Нормально Почему не учится На своих ошибках Это большая проблема И особенно для такой страны Как Армения Где, как вы сказали Не так много денег Чтобы тратить их Еще впустую Спасибо большое За интересный разговор Я надеюсь Что мы еще раз Не один раз В этой студии встретимся И поговорим Немножечко О теории войны А не о практике Большим удовольствием Спасибо большое Нашим гостем сегодня был Руслан Бухов До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok